Всем привет! Сегодня я начну рассказывать вам о промывании мозгов. Эта тема очень сложная и важная для понимания того, что сейчас происходит. Если вы проверите то, что я буду рассказывать, если вы проверите то, что я оставлю в те источники, то у вас сложится еще несколько фрагментов пазла. Но если вы этого не знаете пока, и если вы не будете это знать, я вам искренне завидую, я вам желаю дальше оставаться в невидении. То есть если вы не хотите узнать такие вещи, которые вас шокируют, расстроят и лишат еще одной иллюзии, то лучше вот эти мои ролики про МК Ультра не смотреть. Мы с вами исходим из предположения, что все люди обладают свободной волей. Мы живем в 21 веке, и рабства нет, мир вокруг нас цивилизованный, кто-то даже живет в демократии. И мы думаем, что опыты над людьми закончились с окончанием Второй мировой войны. Если мы видим с экрана знаменитость, мы полагаем, что она выражает свои мысли, желания, чувства, что она вступает в связи, разводится, женится, вынашивает, рожает детей, снимается в фильмах, подрабатывает в рекламе, потому что она так хочет, потому что это ее выбор. И мы судим по себе в этом отношении. Конечно, мы все рабы системы, но рабство у всех имеет разную степень. Представьте, что вы такой богатый человек. И задумайтесь, стали бы вы вести тот образ жизни, который ведут вот эти богатые и знаменитые? Звезды шоу-бизнеса, кино, самые богатые люди планеты. Зачем вам вот это, не принадлежать себе, постоянно быть в разъездах, постоянно давать интервью, за вами все время следят папарацци, то есть вы не можете расслабиться, вы подвергаете свою жизнь и риску, свою и своих детей. И зачем вы это делаете? Чтобы заработать еще больше денег, так у вас и так уже столько денег, что вам не потратят ни вам, ни вашим детям. Не лучше ли вам уехать куда-нибудь, купить остров небольшой, уединиться, чтобы вас никто не трогал, и вести такую тихую, спокойную жизнь? Пусть другие играют, поют, танцуют. И зачем вам пиариться в соцсетях, если и так вас уже все знают? Вы все помните фильмы про Штирлица. Вы себе когда-нибудь задавали вопросы, как разведчики годами ведут жизнь другого персонажа в чужой стране, во время войны, причем не просто в чужой, а во вражеском лагере. Как они не проговариваются во сне, в ресторане за рюмкой. Как они вживаются в этот образ и полностью в нем существуют, причем очень долго. И не надо путать знание языка и вот эту двойную жизнь. Это разные вещи абсолютно. Тут надо полностью забыть свою личность и жить личностью другого человека. Причем рисковать не только своей жизнью, но и судьбой Родины. То есть во время допроса можно выдать не только себя, но и своих товарищей, даже свою страну. Про спортсменов я уже вам говорила в своем ролике. И подбиралась там к теме того, что это рабы неких хозяев, которые их используют. Потому что иначе объяснить ранний возраст, когда отдают детей в спорт. Объяснить вот эти игры десятилетиями, соревнованиями, при том, что у людей куча денег уже, просто куча. Иначе это объяснить очень сложно. Когда я в апреле для себя открыла англоязычное сообщество «За правду», я удивилась, что они постоянно упоминают НК Ультра. Причем во многих аспектах реальности. И в отношении клонирования, и в отношении трансгендерной программы, по поводу СМИ, по поводу фейковых событий. При этом я, естественно, каждый раз открывала Википедию нашу, русскую, и читала фразу о том, что программа НК Ультра существовала до конца 60-х. Меня, конечно, смущала вот эта вот фразочка, а по ряду косвенных признаков продолжалась его и позже. Ну, я думала, ну что, они совсем пупые, да, наверное? Ну, какие-то прям дети, которые верят в сказку про какой-то проект, который давно закончился, вообще давно. И вообще он, вот видите, ЦРУ уничтожило ключевые документы в 73-м году. Расследование Конгресса было в 75-м. Думаю, ну зачем они вспоминают какую-то вообще древность эту? Вот, также они постоянно говорят про сатанистов, иллюминатов, всяких приверженцев культов. И я тоже думала, что это их такая вот детская наивность. И думала, что, ну это какое-то вообще, это странно, верить в сказки про то, что, про дьявола, про то, что какие-то люди собираются по праздникам, там, насилуют детей, пьют их кровь. Вот, и мне казалось, что когда звезды делают признание, типа я продал душу дьяволу, они только чисто эпатируют. То есть мы уже настолько заелись, нас очень сложно удивить. И они своими такими вот признаниями, вот такими нарядами, образами, они просто пытаются повысить свою популярность, ну, соответственно, с целью заработать денег. То есть больше ничего, никаких мыслей у меня не было. Вот, и иногда вот я видела, что, например, какой-то блогер, которого я постоянно смотрю, что-то рассказывает, допустим, про ребенка трансгендера. И говорит, надо пойти к психиатру, его маме и ему самому. И показывает фотографии, и мамы, и ребенка, там такой стеклянный взгляд. И люди в комментариях пишут, МК Ультра. То есть даже сам этот блогер не видит, у него другие направления, в которых он копает. А простые люди это замечают. Надо отметить, что каждый американский блогер, ну, по крайней мере, те, которых я пока вот изучила, они что-то одно рассказывают. Клонов, трансгендеров, фейковые события, майнд-контроль. То есть практически не бывает такого, что один человек охватывает разные аспекты. Наверное, это для нашего восприятия очень сложно. Сразу несколько фрагментов складывать, потому что они, как правило, не складываются. Наверное, это связано с тем, что в той информации, которую мы получаем про каждую область и жизни, много намешаны правды и лжи в перемешку. И разобраться невозможно. Поэтому, когда соединяешь вместе трансгендеров и клонов, оно не складывается, не складывается, короче. И это один из вопросов, которые остаются открытыми. Но, тем не менее, это вовсе не значит, что клонов нету и трансгендерной программы нету. Потом я посмотрела несколько интервью жертв сатанинских культов и проектов по промыванию мозгов. И что меня очень удивило, что есть очень много общего. То есть люди, которые, женщины, которые оттуда вышли и осознали, что с ними происходило, они рассказывают про одни и те же способы воздействия на них. Женщины эти в основном из США. Бывают Канады и Австралии. И что касается Канады, вот, например, есть заметка в русском интернете. Сироты дюплесси. Впечатлительным не читать. Здесь рассказывается про эксперименты над детками аж в 50-х годах прошлого века. И вот эта Канада постоянно всплывает, когда изучаешь вот эти клонирования и опыты над сознанием. Это какая-то загадочная, супертолерантная страна. Вот, например, недавно была новость. Да, даже в русском интернете есть. В Канаде приняли закон. У родителей, критикующих ЛГБТ, можно забирать детей. И вот такая картинка. И обратите внимание, что в этом так называемом цивилизованном мире используются все возможные предлоги, лишь бы отобрать детей. Но для чего отобрать, я дальше буду вам показывать. Вот еще такая есть у нас на русском языке зонеточка. В Канаде педофилию признали сексуальной ориентацией. То есть тут парламентарии рассматривали вопрос, что такое педофилия, как наказывать. И они проголосовали, и только один человек был против идеи о том, что это сексуальная ориентация. Все остальные за. И в американском интернете я читала про то, что сейчас в Канаде разрешено скотоложество без проникновения во влагалище. То есть вообще эта тема очень сложная, да, с точки зрения судебного процесса. Как животные же не могут свои права отстоять. Но и вот эти вот оговорки, проникновение, непроникновение, это очень странно, как вообще этим подканадцам, их правительству приходит в голову такое обсуждать и принимать такие законодательные акты. Я напомню, что Канада и Австралия самые привлекательные для эмиграции страны. Что у нас есть про МК Ультра на русском? Ну, во-первых, вот эта маленькая заметочка краткость «Сестра таланта» в Википедии. Можно сравнить с заметкой на английской Википедии, вот по размеру и по количеству источников в конце. Есть заметка на сайте InfoGlass проекции РУ МК Ультра «Эксперименты над сознанием». Но здесь все касается прошлого. Вот, я оставлю ссылочки, кто захочет, почитает. И есть перевод вот этой вот статьи Рона Паттона «Проект Монарх». «Монарх» — это один из подпроектов ВМК Ультра. Он, вот эта заметка, переведена на русский. Тут немножко такой корявый перевод, практически иногда очень дословный, но неплохой. Вот, можно его почитать. В русскоязычной Википедии говорится только про одну больницу в Монреале. Монреаль — это даже не США. В нашем Ютьюбе есть из более-менее заслуживающего внимания и относящегося именно к вот этому, к этой теме, один ролик, вот около 10 минут идет, InfoWars. В целом, информация здесь достаточно хорошая, правильная, но, опять же, все только о прошлом. И мне не понравился подбор свидетелей. В конце два примера жертв показывают. Одна девушка, вот эта на экране в очках, она читает по бумажке. Ну, я не сомневаюсь в том, что она действительно это все пережила, но ей, конечно, тяжело говорить, и чтобы быстро говорить, она зачитывает свой же текст. Или ей его написали. Но эта девушка пережила уже во взрослом возрасте. То есть, она была в клинике, и над ней там издевались. Ну, это еще ничего. А вторая жертва, вообще непонятно, как относится к МК Ультра, молодая девица в черных очках рассказывает, как ее использовали для секса через интернет. Ну, то есть, вообще, неужели нет других примеров для демонстрации этого явления? Если вы будете гуглить YouTube на тему МК Ультра, вам будут попадаться дальше другие ролики, ну, там, допустим, с русскими названиями. Но они, некоторые из них идут на английском, но с субтитрами. Но то, что они там показывают, это вообще сбой в работе клонов. Они путают с воздействием вот этого mind control. Вот. То есть, информации, мягко говоря, немного. То есть, я напомню, что все официальные данные относятся к прошлому. И говорят о том, что проект, ну, скорее всего, завершился. Значит, читаем этого Рона Паттона и видим, что был проект «Скрепка» сразу после войны, Второй мировой, в рамках которого 1500 ученых из нацистской Германии перевезли в США. Часть из них занялась дальше оружием, всякими технологическими вещами, разработками. Вторая часть ученых продолжила опыты над людьми. Официальное объяснение американского правительства было такое. Если не мы, то это сделает Советский Союз. То есть, этих нацистов цвет науки надо прибрать к рукам. Что касается воздействия на мозг, на людей. Сначала был проект ЦРУ Четтер, это значит, болтовня. Он был ответом на советские успехи в использовании сыворотки правды. И это было прикрытием на случай, если программа засветится. Исследовались фармакологические средства, которые можно использовать в ходе допросов агентов. Ну, понятно, разрабатывали наркотики, чтобы с их помощью узнавать правду у агентов вражеской страны. То есть, вроде все достаточно благородные цели. Да, мы экспериментируем над людьми, но мы эти данные потом будем использовать во благо себе, потому что вот мы живем в таких условиях, война только закончилась, мир вот в напряжении, поэтому надо заниматься такими вещами. Официально проект закрыли в 1953 году. В какой-то момент в ЦРУ, ну, или одновременно, или чуть позже стартовал проект «Синяя птица». Цель этого проекта – управление воспоминаниями. То есть, надо что-то выпытать у агента, потом поменять воспоминания так, чтобы он не помнил о факте допроса. В этом проекте идет отсылка к пьесе «Синяя птица» Мориса Митерлинка. Это очень странная пьеса, оккультная и эзотерическая. Можно почитать состав действующих лиц. Это духи, стихии, насморк, призраки, лазоревые дети, рабыни, тучные блаженства, ну, какой-то вообще просто взрыв мозга. И вот это мне нравится. Поэт, прозаик и публицист Дмитрий Быков так отозвался об этой пьесе. Это очень хорошая пьеса. Может быть, и лучше в 20 веке и так далее. Но если Дмитрий Быков о чём-то хорошо отозвался, значит, это дрянь редкостная, как минимум. Я думаю, что это произведение создавалось с конкретной целью, с целью работы с подсознанием. Я не думаю, что его просто выбрали цирушники как наиболее подходящие. И мы можем с вами в этой связи в отношении внедрения в память и в сознание вспомнить фильмы «Начало» и «Тёмный город». Фильм «Начало» рассказывает о том, как в то время, когда человек спит, залезть к нему в подсознание, в память, что-то там переделать. И что самое интересное, вот эти вот злоумышленники, когда пробрались в подсознание к одному из главных героев, с удивлением обнаружили, что тот владеет техниками сопротивления этому вмешательству. То есть это интересно, что можно внедряться, а можно этому противостоять. В августе 1951-го синяя птица переименована в проект «Артишок». Потом «Артишок» приостановили, стартовал МК «Ультра». МК – это «Майнд Контрол». Причем контроль над умом, над сознанием, над подсознанием. По-английски «майнд» это все вместе. Причем, что странно, «Контрол», хотя вроде в Америке разрабатывают, но буква «К» из немецкого слова. И некоторые люди говорят, что МК – это та же аббревиатура, что «Майнкамф». Ну тут на этой схемке можно увидеть оккультные символы, буковки «Джи», пирамидку, круги-треугольнички, кристаллы, сверху глазик. И вот этот верхний кристалл сверху похож на мозг человека. Значит, дальше Рон Паттон тут рассказывает. Контракты заключены с таким-то количеством учреждений. Неизвестно, сколько душевно больных заключенных погибли. Ни один ученый ЦРУ наказание не понес. Значит, в 75-м году начались расследования Конгресса по вот этим темам. То есть жертвы стали подавать в суд. Правительство начало разбираться. Но, что самое интересное, в 73-м году основные документы были уничтожены. Уцелела только маленькая часть и то чудом. То есть в 77-м году президент Форд принес извинения от лица государства пострадавшим от экспериментов. То есть правительство США официально признало проведение этого проекта и извинилось. Судебные разбирательства длятся и по сей день. И тут где-то есть фраза, но где гарантия, что и сейчас какая-нибудь секретная организация не проводит экспериментов над людьми. значит какая преследуется цель в МК-Ультра разрушение личности человека и создание под личностей с целью манипулирования ими и последующего стирания памяти. Какие методы манипулирования они используют? Электрошок, наркотики, для этого кстати разработали ЛСД конкретно для ЦРУшных задач. Сексуальное насилие, физические пытки, манипуляции это по-английски mind game, игры разума. Гипноз, лишение сна, еды и питья. Сенсорная депривация, то есть когда человека в клетку сажают надолго, ребенка запирают в темной комнате на несколько дней, то есть лишение сенсорных ощущений. Изнуряющие физические нагрузки. И тут можно вспомнить тощих актрис и моделей и задать вопрос почему их так много и не находятся ли они под контролем таких программ, не лишают ли их еды их хозяева. Программисты используют кодовые слова, то есть человека подвергают определенному физическому воздействию и в это время произносят ему какой-то текст. и подсознание как рефлекс Павлова срабатывает, то есть в другой ситуации произносятся эти же самые слова и у человека начинает работать то альтер-эго, которое нужно в конкретный момент, чтобы работало хозяевам. используются символы то есть не только слова триггеры но и предметы например жертва видит допустим розовый крест на каком-то политическом деятеле во время тусовки и понимает какая ее роль какая ее альтер-эго сейчас должна включиться и в какой роли она сейчас должна работать. Цель создать разные личности какая цель подсознания создать разные личности чтобы справиться с болью то есть когда боль превозмогает то что человек в состоянии вынести и не умереть подсознание начинает думать что это происходит с кем-то другим то есть происходит такое расщепление и что еще в этих практиках делают часто помещают человека на грань жизни и смерти потому что это такое состояние в котором открываются некоторые ресурсы организма и вот они тренируют вот этих рабов таким образом каждую личность они тренируют на определенные функции и можно здесь вспомнить обрезание в некоторых религиях которое происходит на седьмой восьмой день после рождения ребеночка без наркоза и подумать можно о том как это влияет на психику младенца который только пришел в этот мир у него и так стресс ото всего что здесь происходит а ему еще и на восьмой день на седьмой без наркоза делают такую операцию значит в результате вот этих всех воздействий которые я перечислила происходит расщепление личности или диссоциативное расстройство личности но это не надо путать с раздвоением у нас по-русски есть термин раздвоение потому что личности не две а намного больше и происходит фрагментация сознания когда каждый кусок памяти хранится отдельно и человек не помнит того что он совершает то есть находясь в одной личности он совершает что-то при этом его основная личность не помнит мозг работает как суперкомпьютер то есть получается что с помощью специальных техник возможности мозга очень сильно расширяются и можно вспомнить недавно вышедший фильм сплит и вспомнить о том что подобных фильмов очень много про всяких шпионов секретных агентов про их чудесные перевоплощения про их многозадачность как они приезжают в одну страну говорить на одном языке делает одно приезжают в другую страну говорить на другом языке делает совсем другое это вот примеры результаты такого воздействия значит вот эта группа сил которая перебралась из нацистской германии в США либо их купловоды решили что надо переходить от сценария обычных войн с разрушением инфраструктуры с большими последствиями для окружающей среды к психологическим войнам и как раз тогда начались вот эти проекты по завоеванию и удержанию власти над умами эта война продолжается и сейчас вы наверняка знаете что наш мозг работает не на полную мощность и вот те способы воздействия которые используют вот эти вот товарищи наводят на мысли что во-первых они эти знания явно получили откуда-то алгоритмы очень сложные опытным путем это вычислить очень долго нужно и еще такая мысль у меня возникла что можно определенно можно расширять сознание они умеют расширять в негативную сторону то есть человек работает себе во вред и миру но значит можно и расширять в положительную сторону тренировать мозг для созидания не для разрушения жертвы отмечают что у них фотографическая память они умеют читать задом наперед не все конечно но очень многие умеют складывать в уме большие числа и это все последствия раздробления сознания то есть видимо активизируются те участки мозга которые у обычных людей находятся в спящем состоянии внутри проекта МК Ультра было 149 подпроектов и проект Монарх это один из них но не представлено общественности ни одного правительственного документа где указано именно это название но его чаще всего в современное в наше время называют жертвы психиатры и инсайдеры ну те психиатры которые работают с жертвами название проекта связывают с бабочкой Монарх по одной из версий это название выбрали потому что различным поколениям бабочек удается вернуться туда где родились предки у бабочки цикл жизни очень короткий два месяца но через несколько поколений происходит возвращение в ту точку где родились предшественники есть еще одна версия что под воздействием электрошока у человека перед глазами возникает такой эффект как бабочки но в любом случае слово монарх мне кажется не случайно оно означает хозяин господин и в этом в этой методике очень важно взаимоотношение манипулятор раб то есть роль манипулятора очень важна западные товарищи говорят что и жертвы и следователи говорят что это белое рабство рабов используют как шпионов убийц охранников на специальных объектах курьеров для передачи посланий между политиками и для перевозки наркотиков используют как проституток в том числе и для съемки в порнофильмах спортсменов программистов вундеркиндов по некоторым оценкам около двух миллионов американцев в текущий момент находятся под воздействием МК Ультра можно конечно не верить в эти цифры говорить что это все вообще бредятинно и нас никак не касается но можно вспомнить здесь серийных убийц в Америке и обратить внимание что это явление достаточно локального характера и в большом количестве они стали появляться в определенное время как раз где-то в 60-е конечно они там и раньше были но как-то единичный случай много есть книг и фильмов про это и можно представить что если человека как я дальше буду показывать не только с рождения а еще с того времени как он находится в утробе мамы подвергать вот этим способам воздействия неудивительно если у него психика настолько травмируется что он потом идет и убивает людей невинных программирование которое вот начинается очень рано оно постоянно обновляется и подкрепляется с помощью визуальных акустических и текстовых средств то есть это что значит жертв все время обрабатывают с помощью ну можно сказать НЛП то есть им все время что-то наговаривают им показывают определенные мультики фильмы им читают им дают читать определенные книги американцы говорят что с точки зрения содержания вот этих вот символов триггеров очень насыщенными являются два произведения волшебник из страны Оз и Алиса в стране чудес и многие из кинофильмов и мультфильмов студии Дисней содержат тоже эти средства то есть эта вся продукция используется вот такие сказки и Дисней используются манипуляторами для контроля своих жертв если у вас возникают сомнения в том что я сейчас сказала например про волшебника из страны Оз я вам советую прочитать содержание этого произведения в оригинале не волшебника изумрудного города а именно их оригинальный сюжет замечательного писателя Лаймена Фрэнка Баума который входил в теософское общество и был поклонником Балавацкой то есть дяденька интересный сам по себе значит советую прочитать сюжет многое станет понятно в частности то что вот этот тот самый волшебник он не является волшебником он признается в конце что он не волшебник он обманул и этот самый товарищ это обманщик и манипулятор он заставляет всех носить зеленые очки поэтому жители думают что город изумрудный и он обманывает главных героев он им сначала обещает исполнение желаний но посмотрите как он и что он исполняет страшила который хотел мозги получает мозги из отрубей иголок и булавок лев трусливый лев который хотел стать храбрым получает шипучий напиток делающий его храбрее благодаря эффекту плацебо предполагается что это алкоголь или наркотики ну что это еще может быть а жестяной дровосек который хотел сердце получает сердце из шелка набитого опилками то есть это показывают нам под видом волшебника манипулятора и они показывают что они с нами делают и как они на нас воздействуют вот но я думаю что для первого раза достаточно остальное дальше